Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире национального телевидения программа «Один из нас», которую веду я, журналист Дмитрий Аргунов. Минувшие недели полторы 202-203 микрорайона были в центре внимания. Дело не только в конфликтной ситуации со школой АИКГТ, еще были определенные публикации, которые ставили, может быть, под сомнение судьбу развития перспективных кварталов развития нашей столицы. И для того, чтобы население города, республики в целом, потому что очень многие получают квартиры из УЛУСов, из районов, получили полную достоверную информацию, один из нас сегодня обращается к нашим экспертам, очень компетентный, авторитетный спикер у нас сегодня. Это, прежде всего, начальник управления госстроежилнадзора Наталья Чусовская, начальник управления госэкспертизы Вера Кузакова и начальник отдела мерзлотного надзора и, я бы еще отметил, капитального ремонта Ольга Банчикова. Итак, товарищи спикеры, что мы имеем? Была определенная публикация в средствах массовой информации, подписанная неким Степановым о том, что все так плохо, мы не имели права и так далее. На самом деле, давайте максимально упростим язык. Я понимаю, что есть определенное клише такого разговора и так далее, но упростим язык. Я вас считаю, Вера Алексеевна, одной из матерей целого этого направления, 202-203-го, потому что вы сопровождали этот проект с самого начала. Вам не обидно было слышать такие вот высказывания? Совершенно верно. Дело в том, что когда только начали решение вопроса застраивать 202-го микрорайона, работало научное сообщество, практически все строительные специалисты-строители, когда принимали решение застраивать эту территорию. В частности, в тот период я работала в Якутте-Сизе, и практически все в процессе строительства мы как раз делали изыскание и так далее, отслеживали процедуру намыва, плотность уплотнения грунта и так далее. Конечно, говорить о том, что было принято решение просто так, это ошибочно. За каждым принятым решением есть и ответственность, и люди понимали, на что шли. Поэтому, конечно, мне обидно в том плане, что любое принятое решение, во-первых, это ответственность, во-вторых, любая стройка, она настолько сопряжена с соответствующими процедурами. Во-первых, это допуск и строительной организации, и допуски на выполнение работы по инженерным изысканиям, и это экспертиза проекта документации, это процесс строительства, стройнадзор, это процесс саму стройку и выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию и так далее. Все это процесс, который урегулирован в законодательстве и требует четкого исполнения. Другой вопрос, что мы после строительства выходим на другую стадию технической эксплуатации зданий и сооружений. И здесь, конечно, возникают вопросы, большие очень вопросы, поскольку в проектной документации предусмотрены соответствующие мероприятия, которые должны соблюдаться в процессе всего периода эксплуатации. И здесь, конечно, вот о технической эксплуатации, здесь надо обращать внимание на работу управляющих компаний и, конечно, города в целом и городских округов и так далее, чтобы техническая эксплуатация была соответствующая. Ну, то есть, тут нет такого, что вот решили, а вот земли пустою, да давайте навалим туда мегатонного песка и начнем копать котлованы, как в южных районах. То есть, такого нет, потому что у людей зачастую возникает мнение, что вот они принесли свои кровные деньги, а вот там украли, тут ущипнули, их обидели. Тут же нет такого, что государство в целом в виде огромного пласта вот этих и надзорных, да, и научных кругов, они имели в виду вот на какую-то копейку наших с вами сограждан. Ну, это мы уже переходим на 203, поскольку 202 микрорайон застраивался без участия договоров долевого участия, будем говорить, в тот период времени. А 203, да, совершенно верно, он застраивается в основном по договорам долевого участия и с участием финансовых средств граждан, которые вносят и берут еще кредиты, кроме этого, то есть финансируют само строительство. Но здесь есть 214 закон, который курирует вот госстрой, жил на отзор, и они отслеживают финансовую устойчивость и так далее. Здесь тоже нельзя говорить о том, что государство полностью отстранилось от финансового контроля или от выявления нецелевого использования средств. Оно все равно государство регулировано. Наталья Галина, давайте вернемся непосредственно к 19-му корпусу, из-за чего, в принципе, возник, скажем, спорный момент, да, не Сырбор, а 19-й корпус, конкретно. Что вы можете сказать о тех мероприятиях, которые были проведены в отношении 19-го корпуса? Ну, к нам в управление, как орган, который осуществляет жилищный надзор, поступила информация еще в 2017 году о том, что там идет продувание, идет промерзание стен. И наши специалисты вышли на этот дом и увидели, что на самом деле управляющая компания не производит належащее содержание, да, многоквартирного дома. Поскольку уже фундаменты имели повреждения, да, и на этот счет можно сказать, что вообще изначально, еще в 80-х годах, в советских времен, да, есть правила, были утверждены правила эксплуатации жилищного фонда. То есть управляющие компании, в то времена это были жилищно-эксплуатационные, да, управления, муниципальные организации, да, еще в то время должны были наблюдать за домами. То есть производить даже два раза в год, это уже установлено, два раза в год обязательно осмотры всех конструктивов дома. Это весенний период и осенний период, да, весенний это после окончания отопительного сезона, для того, чтобы выявить какие-то повреждения, оценить, да, составить план ремонтных работ на летний период и дом подготовить к отопительному сезону. И перед тем, как запуск тепла производить, провести опять же осенний осмотр, готов ли дом к отопительному сезону. Вот эти были первоочередные обязательные мероприятия для всех организаций, которые были связаны с управлением, с содержанием, ремонтом, ну, домов. Так? Вот. На сегодня мы видим, что управляющие компании в основном относятся к своей работе недолжным образом, поскольку первоочередное внимание уделяет к заявочному ремонту, к заявочному. Заявки есть, отработали, все хорошо, мы исполнили свою обязанность. Но на самом деле основная работа всех лиц, которые ответили за содержанием многоквартирных домов, лежит, прежде всего, в предупредительном, да, характере мероприятий. Это, прежде всего, осмотры, это планы мероприятий и реализация. Как мы знаем, что жилищный кодекс у нас в 2004 году он был принят, впервые принят, да, и он определил, что на сегодня собственники несут время содержания многоквартирного дома. То есть на сегодняшний день возлагается на собственников, что они ответственны за весь дом. То есть на сегодняшний день собственники, если видят, если они заключили договор с управляющей организацией, да, а управлением многоквартирным домом, это у нас лицензированный вид деятельности, управляющая компания с 2015 года получает лицензию, то есть разрешение именно на этот вид деятельности, так, и к ним предъявляются определенные требования к их работе. И они обязаны заключать договор управления, это то есть собственниками не заключать, и между ними договорные отношения. Вы, собственник, нанимаете управляющую компанию, и она обязана как профессионал на рынке ЖКХ, да, осуществлять свою работу как профессионал. И, соответственно, она должна выполнять свою работу надлежащим образом. Это прежде всего, еще раз говорю, это осмотры, это предупредительная работа, работа на профилактику, чтобы не было заявок, чтобы предупреждать те сбои в работе, да, инженерных коммуникаций, повреждения конструктивов, чтобы своевременно выявлять нарушения и устранять их. У нас немножко выпала вот конструктив, да, строительная часть, а их зона ответственности какая была? Ну, я понимаю, что год постройки 97-й же, да, 97-й год, то есть определенный какой-то гарантийный период же все равно был. Ну, гарантийный период по общему принципам гражданского законодательства 3 года. Это у нас по домам, где есть привлечение граждан, там 5 лет, это особенно с установленным 214 федеральным законом. Там, где есть деньги граждан, там 5 лет гарантийный срок. А там, где ранее мы знаем, что не было долевого, да, строительства, там уже общеприняты 3 года. Срок гарантии был. И в свое время, значит, те подрядчики, которые осуществили строительство объекта, они должны были в 3 года уже устранять те нарушения, которые выявляются в ходе строительства. Но далее идет эксплуатация. И должны выполнять именно те нормы, которые установлены в надлежащей эксплуатации. То есть, скажем так, вот этот гарантийный период прошел в облачных, скажем так, мечтаниях о будущей радужной жизни и так далее. Потом наступили тяжелые годы, скажем так, это нулевые годы даже, да. Это нулевые годы, довольно тяжелое время для всех. Но хотелось бы еще раз небольшой экскурс, очень кратко. А как вы характеризуете состояние строительной отрасли именно в тот период? То есть, 95-е, скажем, начало нулевых. Были ли там, возможно, такие моменты, что грубые нарушения каких-то технологий и так далее? Дело в том, что в 95-е годы в любом случае стройный отзор, он существовал. Только в рамках, это было не как юридическое лицо, в 95-е. Нет, стройный отзор существовал, когда уже в 95-е годы, как отдельное юридическое лицо. Это в 80-е годы стройный отзор был в рамках, вернее, как бы подведомственная госстрою в структуре. Но она все равно в любом случае существовала. Это государственная, так называемая, контрольная ГЦ-функция. А в 95-е годы был уже госстройный отзор, значит, проводил соответствующие наблюдения. И также было в 95-е годы и экспертиза существовала, тогда была вневедомственная экспертиза и так далее. В тот период была лицензия, на сегодняшний день СРО существуют и допуски на выполнение тех или иных строительных видов работ. То в те годы было лицензирование. И, кстати, требование к лицензированию, я хочу сказать, гораздо было жестче, чем нежели сегодня по требованиям СРО. То есть, я перебью, мы, к сожалению, вынуждены прорываться на рекламу. В любой период, даже в период КПСС и прочего, всегда строительная отрасль была, скажем так, под жестким контролем. Под жестким контролем урегулировано законодательство. Мы продолжим сразу после рекламной паузы. Ситуация с 19-м корпусом. Посмотрим рассмотреть всю застройку 202-го, 203-го микрорайонов. Мы продолжаем программу «Один из нас». Один из нас интересуется 202-м, 203-м микрорайонами, как перспективного очень района в застройке нашей столицы. И мы остановились на том, что Вера Алексеевна сказала, что всегда, хоть в советское время, хоть промежуточное, скажем, органы надзора над качеством строительства, они были. И я готов, наверное, даже в свете своих контактов со строительными компаниями и так далее. Могу сказать, на текущий момент строительство зарегулировано по самое, вот по это. Может, попроще надо было все-таки? Есть же какие-то директивы там среднему бизнесу, скажем так, меньше препонов создавать и так далее. Но я понимаю, что вопросы качества, жизни людей и так далее, это первоочередные. На самом деле этот вопрос уже поднимается и как раз разрабатываются мероприятия для того, чтобы убрать лишние барьеры, для того, чтобы развивался все-таки бизнес, как в строительном отрасли. И не загубить строительную отрасль. На сегодняшний день этот вопрос очень остро стоит. Ну, будем надеяться, что все-таки отрасль как таковая, она не то, что загубит, а будет процветать, поскольку мы все наблюдаем вот этот жилищно-квартирный бум и сопутствующие вещи. Отделку там, приобретение мебели, изготовление мебели даже. Я бы хотел обратить внимание, что по 19-му корпусу отрабатывало подразделение СУФУ. Одно из малых инновационных предприятий СУФУ, товарищ Посельский, отчитывался по проведенным работам. Вот давайте, Ольга Иннокентина, прокомментируйте, пожалуйста, по заключениям, которые были сделаны в отношении 19-го корпуса. Управляющая компания заключила договор с университетом на проведение обследования. Целью было установить состояние дома, подлежит ли оно ремонту, в каком объеме необходим ремонт и выяснить причину. По результатам проведенного обследования, обследование проводилось в течение двух лет. Сначала были опробованы грунты, первоначальный обход по квартирной был проведен. К сожалению, не все жильцы пускали в квартиры, поэтому работы затянулись, перешли на 2018 год. В 2018 году по результатам обследования установлено, что количество деформаций увеличилось, количество выявленных деформаций увеличилось. Не то, чтобы они стали более страшными, просто их стало больше. На основании этого специалисты университета пришли к выводу, что состояние отдельных конструктивов здания требует немедленного ремонта, то есть аварийное. Это по фундаментам было сделано. Параллельно было установлено о том, что грунты под зданием имеют неоднородные температуры. Это по торцам здания у нас наблюдается промерзание, в то время как в центре, наоборот, грунты потеплели. Но это не объясняет, почему все-таки начались деформации. Поэтому был проведен еще один цикл инженерно-геологических наблюдений, в ходе которого было подтверждено, что у нас имеется перепад по высоте фундаментных балок. Фундаментные балки расположены с разностью в 26 сантиметров, с наклоном в сторону улицы Хабарова. Опять-таки причина не была восстановлена. Хочется отметить, что несмотря на ситуацию, когда с домом что-то происходит, сами жильцы об этом говорят, большинство жителей в свои квартиры не пускают. Поэтому в материалах обследования, скажем так, существуют определенные пробелы. Это не очень хорошо обследованный первый подъезд, четвертый подъезд, фактически лучше всего обследован второй подъезд. Тем не менее, собранные материалы позволили разработать проект укрепительно-восстановительных работ. И этот проект разбит на три этапа. Первый этап – это выполнение немедленных работ, укрепление фундаментов. Второй этап – он связан уже с укреплением стен, наружных стеновых конструкций. И третий этап, когда мы снимем такую острую часть вопроса, уже можно посмотреть. Раз грунты на исследованной глубине не дали ответа на причину, уже постараемся посмотреть поглубже. То есть обследование было проведено разносторонне. Здесь надо отметить о том, что при ходе обследования самое главное, насколько мы знаем, и в принципе требует СП, своды правил, это изучение динамики деформации, появления деформации. Потому что в этом отчете у нас практически зафиксированы просто, зафиксированы деформации. А цель обследования для того, чтобы проследить динамику от завершения строительства в процессе всего периода. Поэтому цель специалистов, которые занимались обследованием, это поговорить с жильцами, посмотреть, какие были нарушения технической эксплуатации, которые могли вызвать вот эти дефекты. Это и работа инженерных сетей, это, значит, выпуск воды или выброс воды в основание фундамента. Это и растепление грунтов, это и, значит, работа всех конструкций и так далее. Вот поэтому они, не сделав вот этот мониторинг, поэтому им трудно сделать причину и не сделать выводы такие о причине образования. Потому что на сегодняшний день и нормы требуют, надо определить причину и устранять причину, а не делать, будем говорить так, работать, выполнить работу ради работы какой-то. Нет, ну тут же не должно идти речи о том, что раз 19-й накоренился, значит, и все остальные дома по микрорайону тоже в подобном состоянии. То есть куча факторов, которые возможны от протекающей канализации. Кстати, там очень интересный же пристройство. Многие, кстати, сигнализировали о том, что не все в порядке там с сами же жильцами. Да, главное, этот пристрой, он еще изначально, да, при постройке дома был, и там совершенно разные организации в свое время работали, так. И даже я в свое время в этом пристрое была, в 90-х годах, и там действительно были протечки канализации. Прямо вот пахло в здании именно вот канализации, да. То есть уже в те годы были вот эти протечки, которые могли повлиять, да, на нынешнее состояние. В те годы, в 90-е годы. Ну, факторов огромное количество. То есть еще раз, тут же не ставится, или ставится все-таки вопрос о том, чтобы вот этот метод, по которому застраивается микрорайон, он ошибочно изначально. Нет, этот вопрос не ставится. Дело в том, что мы как раз наоборот, во-первых, республика Якутия с вечной мерзлотой. Тем более, это связано с рекой, где есть сейсмичность, уникальная, так называемая, территория. Мы построили вот такой же массив на мыле. Это и предусмотрено, и это допустимо, производить искусственный намыв, создание искусственных земельных участков. Где все зависит от того, что, еще раз обращаюсь, как эксплуатировать. В принципе, 202-й был экспериментальным у нас. Мы накопили большой опыт, и сейчас этот опыт должно лечь в разработку нормативного документа. Для того, чтобы в последующем соблюдать все ошибки, все те вопросы, которые решались в процессе строительства, в процессе эксплуатации. У нас сегодня уже есть и, так называемый, накопленный опыт и техническая эксплуатация зданий, сооружений. И как раз говорит о том, что даже на намывных грунтах, может быть, даже без сохранения мерзлоты, все равно требуют внимательного, пристального внимания от управляющих компаний, от самих граждан в рамках жилищного кодекса. Технической эксплуатацией надо заниматься. Я всегда говорила о том, что строители более-менее мы научились строить. Что касается технической эксплуатации, здесь нам еще работать и работать. Ну, относительный порядок, скажем так, в этой отрасли, вот насчет управляющих компаний, лицензирование компании началось довольно поздно, да, года три. В 2015 году. В 2015 году, и, соответственно, до этого гарантия того, что они надлежащим образом, то есть те компании, которые работают, помните, такой дикий вообще рынок был, да, то есть приходил человек с папкой, с письменным столом и говорил, вот я управляющая компания, давайте я буду вам управлять. Гарантий того, что они надлежащим образом исполняли, в том числе и свои обязанности по установлению каких-то явлений, которые могут вызвать определенную тревогу, нет никаких. Вообще, публикации были разные, вот по глобальному потеплению, DCA, по-моему, была публикация, товарища тоже, коллеги Ольги Иннокентьевны, о том, что вообще намывные грунты в условиях глобального потепления, это та технология, которая может спасти город. То, что опасности будут, наоборот, подвержены те сооружения, которые построены на свае. Вот как межзлотник, вы как прокомментируете это? Я бы хотела вернуться к 203 микрорайону конкретно, мне так проще, да? Ситуация уникальная и очень интересна была для научного сообщества, поэтому, когда было принято решение о застройке 203 микрорайона, а любой проект, он предваряется изучением территории глобальным, ну, таким очень детальным изучением территории, то в изучении 203 микрорайона были задействованы практически все научные организации республики. Тут и геофизики отработали очень хорошо, и университет отработал, и проблем, я ПНИС отработал, и Якути-СИС, и институт мерзлотоведения несколько лет работал. Получается, территорию до момента застройки мы знаем очень хорошо. Мы неплохо ее знаем, как она себя ведет в процессе строительства. Но теперь нам интересно, что будет дальше. Более того, законодательство с нас требует наблюдать, что будет дальше. В частности, мерзлотный надзор мы этим как раз и занимаемся. В рамках своей деятельности мы сотрудничаем с управляющими компаниями, и в том числе понуждаем их к исполнению обязательных лицензионных требований. Одно из них – это измерение температуры грунтов. В 2018 году мы направляли запрос одной управляющей компании на 203 микрорайоне. Управляющая компания выполнила данные требования, предоставила нам результаты. Еще одна управляющая компания сама, не дожидаясь, пока мы к ней обратимся, сама вышла на нас со своими результатами, со своими проблемами, с тем, как ее эксплуатировать. Им действительно, в управляющей компании было непонятно, как ее эксплуатировать. Если у нее сети все проложены в земле, а мы в Якутске привыкли, что мы видим утечки, а у нее утечки не видно, что ей надо быть. Мы работали с этой управляющей компанией. Еще раз акцентируется внимание о том, что построить – это одно, а как эксплуатировать – это уже другое, не менее важно. И в третьей части нашей программы один из нас, который после рекламы, мы вернемся к циклу тех мероприятий, которые в обязательном порядке должны сопровождаться эксплуатацией жилого здания. Мы продолжаем разговор о 202-203 микрорайонах и завершили второй блок на словах Ольги Иннокентиевны Банчиковой о том, что немаловажное значение имеет выбор управляющей компанией. То есть, получается, тем гражданам, которые приобретают жилье в указанных микрорайонах, не только в указанных, вообще в городском многоквартирных домах, очень важен выбор управляющей компанией. Изучить, какие отзывы, какой рейтинг, возможно, есть ли неуплаты какие-то, охотно ли идут на какие-то дополнительные мероприятия, связанные с безопасной эксплуатацией жилого фонда и так далее. Ну, может, назовем вот те управляющие компании, которые, ну, на 203 микрорайоне надлежащие. Надлежащие, да. Это компания «Аврора» и компания «Крепость». Компания «Крепость» только начала эксплуатировать здания, поэтому у них вопросов больше. У компании «Аврора» у них уже имеется опыт эксплуатации, наверное, самый большой опыт эксплуатации для 203 микрорайона, поэтому они могут выступать уже в качестве, давать советы экспертов. Хорошо. Вернемся к той публикации ВСЯ, вашего коллеги-специалиста, о том, что в случае очень большого глобального потепления, если Солнце там на пару миллионов километров приблизится сюда, 202-й, 203-й выстоит, остальные, скажем так, методики, они будут подвержены, скажем так, более разрушительным действиям. Ну, попробуем опровергнуть. Вообще, не бывает же плохих, хороших технологий. Я так понимаю, что он сравнивает свайный фундамент и плитный фундамент. Плитный фундамент, по определению, это что-то большое, опирающееся на землю, да, а свая – это что-то маленькое, которое может провалиться. Ну, наверное, с этой точки зрения действительно плитный фундамент более надежный. Только для того, чтобы его использовать, вот, ну, на намывных грунтах можно. Ну, техническая эксплуатация и строительство на мерзлых грунтах имеет большой тоже опыт и усиление жилых домов на свайном фундаменте, на свайных фундаментах, которые построены. Это увеличение опирания, и я думаю, что одномоментное потепление не будет, мы все равно это почувствуем. Ну, на сегодняшний день мерзлотный надзор, который осуществляет, говорит о том, что под зданием, с учетом тех предусмотренных мероприятий, это проветривое подполье и других, значит, уборка снега вокруг здания и так далее, не захламление проветривого подполья, это те мероприятия, которые способствуют промерзанию грунтов в основании фундамента. И на сегодняшний день есть даже факты о том перехлаждении. Ну, это такие, то есть запас прочности, так называемого, набра в процессе эксплуатации. Сегодня говорить о том, что да, вот на свайных фундаментах, это очень плохо, это некорректно. Поэтому, еще раз говорю, процесс потепления, если он будет, он будет зафиксирован, будет идти, мы будем отмечать. И, конечно, здесь будет информация доведена до органов исполнительной власти, и я думаю, что в любом случае это будут приняты меры, и не оставлен город. Чисто визуально 203 микрорайон, да, большинство вот этих зданий, ну, 202, он еще стоит на сваях, многие здания, да. 203, он примечателен тем, что там есть подвал. Нет, здесь совершенно неверно. Дело в том, что 203, 202 начинали строить со свайным фундаментом. И на первом доме, будем говорить так, у нас пошло в процессе строительства, уже, так называемые, разъехались фундаменты. И тут же было скорректировано о том, что будем строить башмаки, под башмаком еще плита, опорная плита, башмак и вот эти колонны. Поэтому 202 весь построен практически, колонна с башмаком, так можно назвать. А 203, там уже, конечно, принято решение о том, что использовать подземные подвалы и так далее, там уже немножко фундамент поменялся. Нет, ну для якутянина, который вырос, скажем так, в окружении свай, привык там ходить под дом, извиняюсь, да, вид подъездов, который может сделать один шаг и зайти в дом, он немножко, ну, как бы особняком стоит. В этом отношении вот та подземная часть, мы говорим о ремонтных работах, вот дом построили, да, огромное сооружение и так далее. Я просто, ну, не знаю, силу, может, свои, дилетантство и так далее, не могу представить, как можно произвести там укрепление наружных стен. Дом же уже стоит. То есть ощущение есть такое, что раз поставили, это все на века. А что-то там потом пробивать бозиками и так далее. Ну, вечно вот и ничего не бывает. Нет, усиления разные, мероприятия. Дело в том, что это не только в Якутии и по всей, говорится, по всему миру. Есть технические решения, усилить, усилить, укрепить все, что угодно можно. Только здесь надо грамотные технические, говорится, решения и технологии применить. А тем более сегодня у нас инновационные, говорится, материалы и современные, там, расширяющие добавки в цементные растворы и так далее позволяют нам усилить все, ну, любые конструкции. А бетон, начало 80-х, он сильно отличается от нынешнего бетона? Чистота? Ну, в принципе, да. А вы, среди требования к бетону более ужесточились? Требования к бетону сейчас ужесточились. Раньше, конечно, марка бетона, может быть, там была 200, сейчас уже 250, это минимально, в СНИПе заложено, меньше нельзя по монолитному бетону и так далее. Требования к бетону, конечно, повысились. Ну и добавки тоже? Ну, а добавки, дело в том, что... Усложнились? Добавки нам позволяют в ускоренном процессе строить, то есть, чтобы ускорить процесс набора прочности бетона. Поэтому, может быть, для граждан и есть такое вот бытует о том, что вот раньше три года строили, там сваи поставят, потом в течение зимы, значит, в мерзании происходил процесс и так далее. То сегодня сваи только поставили, и тут же уже начинают нагружать. И год-полтора уже дом стоит. Это вот как раз вот химические добавки, новые технологии, они позволяют в ускоренном режиме набирать прочность бетона. Но никто, ни один эксперт и инспектор не примет решение о том, чтобы будем так закрыть глаза на это. Метод строя вот в котлованах, он же не только в 203-м. Нет, не только. В Якутске же есть вот напротив апельсина есть здание? Есть, да. Которые выкопали котлован и поставили там. Да, то есть та же фундаментная плита, на ней устанавливается колонна. На ней устанавливается. Это в высокотемпературных грунтах такое допускается. На 203-м микрорайоне, вот Вера Алексеевна сказала, я хочу продолжить. Очень много новых технологий применено. Это по гидроизоляции, это по уплотнению грунтов, по обратной засыпке котлованов. Там очень хороший вот этот подход. Он был заранее, как в проектах, заложен уже. Применение именно новых технологий, новых материалов. Еще один аспект. После того, как определенные мероприятия по 19-му корпусу были проведены, некоторые горячие головы, скажем так, замахнулись на весь жилой фонд. То есть, я имею в виду 22-го. То есть, предлагали сделать тотальную проверку всего жилого фонда 202-го, 203-го. На вашей памяти подобные мероприятия, тотальные, скажем так, проверки, они часто происходили? Ну, на моем, в моей практике я прошла, так называемые, две тотальные проверки. Это вот 81-й год, был период 81-83, оно так и называлось, период сплошного обследования. В тот период как раз управляющих компаний Каткаб их не было. Это были ЖЭУ, значит, жилищные управления, значит, и сообщество проектировщиков. Это все проектные институты были задействованы. Были задействованы мерзлотная служба в тот период. Она была тогда при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, значит, и органы исполнительной власти, это город и так далее. Были созданы такие рабочие группы и проводилось, так называемое, сплошное обследование. Не только в городе Якутске и по всем районам. Поэтому на сегодняшний день в стройжилнодзоре есть в архиве эти материалы, вот этот период. Дальше еще был у нас период такой, ну, это уже было после советского времени, постсоветского времени. Это в 95-96-е годы, когда там тоже мерзлотная служба в городе Якутске уже была создана. И вот под эгидой, или под контролем, под координацией мерзлотной службы проводили вот такое обследование. Ну, немножко по-другому. Это проектным институтом было, так называемое, государственное задание дано. И они проводили обследование. Эти материалы, конечно, имеются в архивах. Поэтому здесь вот как раз надо упор сделать о том, чтобы те организации, которые на сегодняшний день, как специализированные, проводят обследование зданий и сооружений, они могут воспользоваться этим архивом. Для того, чтобы все-таки определить в динамике развития вот этих деформаций. Дмитрий, маленько можно добавить к этому? Вот смотрите, 81-е, 90-е годы, это до принятия жилищного кодекса. На сегодняшний день вот эти сплошные проверки, которые ранее проводились, сейчас лежат в обязанности управляющих компаний. Это не стоит забывать. Это каждодневная работа управляющих компаний. Лиц ответственных за содержание ремонта общего имущества. Это ответственность и обязанность собственников при непосредственном способе управления. То есть ранее, когда не было вот такой обязанности, не были определены лица, которые на сегодняшний день есть, это лицензирование и так далее. В то время вот действительно принимались на уровне, на высоком уровне, что необходимо провести сплошные обследования, привлечение специалистов организации. На сегодняшний день никто не мешает управляющей организации привлечь специализированную организацию, если у него нет специалистов, профессионалов именно в этом вопросе, для обследования своего дома. То есть на сегодняшний день вопрос проведения сплошных проверок не стоит. Это обязанность управляющих компаний. Товарищ эксперт, а нет ли тут определенного, скажем так, научного шантажа? Раз уж это дело выбора управляющей компании, к какой организации обращаться, то может публикация такого рода стражилок, что определенная часть города, скажем так, обязательно рухнет. Она выгодна прежде всего ведь научной общественности. Ну это же выводы, будем говорить так, не специалисты, которые в этой области. Конечно, может в какой-то степени есть шантаж. Это будем говорить так, мы закрываем или прощаем управляющую компанию выполнять надлежащим образом свою работу и поднимать ответственность граждан самих вот таким решением. Давайте вот или город, или кто-то там, говорится, проведем вот такие обследования. Я просто параллели вот эти все моменты, которые вокруг намываю грунтов 202-203, с тем процессом, который происходил во время обсуждения ТАСР-заречья. То есть и там, и там, скажем так, были сильно слышны голоса научной общественности, которые и там, и там допускали какие-то моменты устрашения. Но ведь на страхе не прожить же. Но мы же говорим о том, что мы все время сотрудничаем с научными организациями. По 203 микрорайону даже создана рабочая группа при научно-техническом совете по Минструю. И эта рабочая группа собирается довольно часто. Только в 2019 году мы уже дважды собирались. Там ведущие специалисты разбирают подробную ситуацию. Мы выносим. Ольга Никитина, прошу прощения, перебью опять рекламу, и сразу мы приступим к завершающему блоку. Сделаем выводы. Мы продолжаем, завершаем, вернее, программу «Один из нас». И сегодня говорим о 202-м, 203-м микрорайонах, в отношении которых были определенные публикации, были определенные заявления, в том числе и должностных лиц. Но еще раз хотел бы вернуться. Вот мы говорили уже про 214-й закон, который защищает интересы, на самом деле, дольщиков. Но мы, я так понимаю, в свете проведения всех работ должны еще и 44-й помянуть. И, возможно, недобрым словом. Поскольку главный критерий 44-го – это кто предложит меньшую цену. Вот здесь можно же страдать и качество проводимых изысканий, и качество проводимых каких-то определенных работ. Так что закон закону рознь. Закон закону рознь. Дело в том, что, что касается жилищного строительства, здесь 44-й, конечно, не пойдет в строительстве. А вот в части привлечения специалистов управляющими компаниями, специалистов, там есть, конечно, какие-то требования, ограничения. Поскольку они должны привлечь специализированную организацию, которая имеет допуск к СРУ. Это однозначно. А 44-й – это, конечно, выбор застройщиков, заказчиков. Это для других объектов, бюджетных объектов. И, конечно, возможно, по каким-то программам специализированных. Мы еще один аспект должны затронуть. У граждан, насколько мне видится, вообще, будучи в теме, отсутствует, вернее, очень низкий уровень культуры эксплуатации зданий. Да, ведь вспомним те перепланировки, вспомним те, а давайте вот так, а не так. То есть есть проект, по проекту должны, в принципе, стоять. Люди же начинают во главу угла ставить свой комфорт и так далее, и порой допускают ошибки, которые с дальнейшей эксплуатацией никак не связаны. Я проснулся там несущих и так далее, конструкции. Да, действительно, объект, жилой дом, как он запроектирован, как он построен, он так и должен эксплуатироваться. Есть запреты, есть ограничения. Граждане, прежде чем приступить к перепланировке переустройства, должны получить согласование. Дадут ли им согласование, да, это решает Межвежинственная комиссия при муниципалитетах. Так? При этом, значит, недавно было изменение в жилищный кодекс. Если ранее вопросы перепланировки и переустройства затрагивали только жилые помещения, то есть квартиры, но при этом не относились к нежилым, это к офисам на первых этажах, то сейчас все требования по согласованию перепланировок переустройств относятся и в отношении нежилых помещений. То есть сегодня вопрос перепланировок стоит на жестком контроле и будет тоже жестко установлена ответственность за это. Конечно, выполнение вот этих планировок, бесконтрольное, и, говорится, которые граждане сами принимают решения, конечно, негативно повлияли на устойчивость самих зданий. Поскольку много-много лет, это практически весь 2000-й год, может быть, до 2015 года, муниципальными образованиями не были приняты регламенты, то есть для граждан пошагово как шагать. В жилищном кодексе было принято, да, бесспорно, но муниципальные образования в этой части очень слабо работали. Поэтому многие граждане сделали и перепланировки, и сносили несущие конструкции, в том числе очень немаловажно, вот может быть, для человека кажется, ну что, поменяли чугунные трубы на пластиковые или там, говорится, на какие-то биометаллики, радиаторы поставили. На самом деле нарушается циркуляция воды, циркуляция в системе отопления, сбой, выброс и так далее. Все это влияет на само здание. Насчет монолитно-каркасного, в принципе, я относительно спокоен, поскольку там могут варьироваться только элементы внутренней кладки. Да, свободная перепланировка, которая позволяет, да. Речь идет о старых домах. Да, 464-я серия, это 112-я серия, где внутренние стены являются несущими. Некоторые. Ну, практически, 112-я серия, практически все внутренние стены, они являются несущие, а наружные стены – это самонесущие. То есть они сами себя несут. А внутренние все-таки являются несущими. И здесь, конечно, вот здесь много сделано. Я вообще вот этой тирадой хотел немножко возвысить роль проекта. Для тех людей, которые привыкли к малоэтажному строительству, проект можно не делать. Можно обойтись эскизом каким-то. В целом принижается, скажем так, значение вот этого документа. Строительного проекта здания или сооружения, который является основополагающим документом. По проекту даже правила эксплуатации, они могут быть расписаны. То есть вот это вот значение проектных документов, оно… Ну, на сегодняшний день проектирование, да, приступают организации, имеющие допуски к этим видам работы, да, это имеющие членство саморегулированной организации. То есть не всякий, кто хочет сделать проект, он может это сделать. Во-вторых, все проекты проходят экспертизу. Экспертизу на соответствии с всем требованиям, да. Это тоже еще один уровень контроля. И только после этого орган местного управления, прежде чем выдать разрешение на строительство, проверяет все это, да, и на светлого строительному плану земельного участка соответствует ли проект. А потом уже это строится. И тут тоже строительный контроль. Это сами, значит, и подрядчик осуществляет строительный контроль, и заказчик. Это тоже все урегулировано. Есть ответственность, кто должен осуществлять этот контроль. Обязательно это должны быть члены, которые состоят, в смысле специалисты, которые состоят в национальном реестре, да. Все организации должны быть членстве у саморегулированной организации. Тоже свое уровень контроль. И само собой государственный строительный надзор. Ну и далее, при вводе эксплуатации, тоже есть свой уровень контроля, где органы местного управления по 55-й статье Градский кодекс, да, проверяют тоже. В каждой проектной документации прописывается требование о том, что в процессе эксплуатации перепланировки недопустимо. Даже есть требование о том, что вывешивать информационные или на фасадные системы, там, на стены и так далее, тоже недопустимо. Это тоже, как вы говорите, значимость разработки проектной документации и самих вот проектировщиков, да. Даже размещение рекламы на фасаде тоже надо согласовывать с проектным институтом для того, чтобы посмотреть. А это не еще один барьер, вот про который мы говорили? Ну, знаете, это не то, что барьер. Дело в том, что... Это здравый смысл. Это здравый смысл. Реклама же размещается, она же за деньги размещается, она не просто же размещается. И, конечно, она крепится к стенам. Как я говорю, что вот 112 серия, она самонесущая, и поэтому надо посмотреть, она имеет запас прочности, которая кроме самой себя нести, еще и выдержать какую-то рекламу. Конечно, если какой-то щит там маленький, то это возможно. А если на всю стену, то здесь, конечно, надо смотреть. Поэтому все любые перепланировки надо, конечно, с проектным институтом согласовывать. Того, чего не делают. В завершении разговора, если вернуться к многострадальному 19-му корпусу, там же история с каким-то контейнером еще была в самом начале эксплуатации именно этого корпуса. На крыше здания был установлен контейнер, и сразу же после установки контейнера жильцы начали жаловаться на появление трещин. Контейнер потом сняли. Ну, в общем-то, вот проблемы трещинообразования – это конец 90-х годов. Первые появились жалобы. То есть пустой контейнер, он может появляться на появление трещин? 20 тонн. 20 тонн. Это контейнер мегафона. Напичканное оборудование. То есть это дополнительно, скорее всего, нагрузка, может, сочечная, которая могла вывести из равновесия какой-то конструктив. То есть, будучи жильцом 202-го, 203-го, да и не только, будучи вообще жильцом многоквартирного дома, следует обращать внимание, как собственник, на все аспекты. То есть, в должном ли состоянии находятся вент-каналы, продухи вот эти, если фундамент вентилируемый, вернее, на сваях, какие-то моменты в комнате появляются ли трещины и так далее. То есть, на самом деле, еще раз, аспектов эксплуатации любого здания, будь то там 6 на 6 дом из груза, да, либо многоквартирный дом множество. Еще по 202-му, 203-му, все-таки в перспективе расширения вот этой зоны, оно намечается или нет? Мы же говорим уже о 204-м, 207-м. Ну, генпланом предусмотрено 204-й, 205-й, но здесь вопрос только о финансовых средствах или инвесторе. Только денежный вопрос, скажем так, делаются какие-либо ограничения в ходе того, что вот набывные грунты с 203-го продолжатся до... Ну, мы знаем, что город растет, свободных площадок в городе Якутске нет, значит, расти вширь, там, будем так, там уже земельные участки обременены, сельхоз угодьями и так далее. Практически на сегодняшний день в городу расти, свободных площадок нет. Поэтому, конечно, эти 204-й, 205-й, конечно, это будущее, городу развиваться, поэтому... И я думаю, что, наверное, и строителям самим, поскольку они формируют вот этот рынок, да, учитывая всю перспективность, перспективы развития города, нужно подключаться к тем мероприятиям, которые, ну, производятся вот по изучению существующих, скажем так, формаций на 203-м микрорайоне, на 202-м, и перспективы уже освоения 204-го и последующих микрорайонов. Ну, то, что я как раз говорю, говорю о том, что мы накопили очень большой опыт, конечно, строители должны... Да, выбор вот на 202-м, это научное сообщество, проектные институты работали, 203-й тоже, институт заведения работал, и наши институты научные все, в том числе и КУТПНИИС, но дело в том, что строители, они испытывают какие-то неудобства, какие-то процессы строительства, строительные организации, и у них, конечно, есть тоже накопленный опыт, тоже они должны включаться им в процесс намыва, поскольку надо определить, мы же его намываем до определенной отметки, а потом начинаем котлован вырывать, то есть выборку опять нарушаем структуру, поэтому здесь со строителями тоже необходимо взаимодействовать, для того, чтобы определить процесс намыва. Это была программа «Один из нас», к сожалению, мы вынуждены резко очень закончить. Увидимся.